Хермес, Хермес, Эрмес Ребята, всем привет! Сегодня у нас супер-мега-особенная распаковка. Получила ранний подарок на свой юбилей, на свое 30-летие, и это моя первая сумка Эрмес! Хермес, Хермес, Эрмес кто как называет, но конечно же правильно все-таки по-интернациональному называть это Эрмес А что это за сумка? Остановите сейчас видео на буквально 5 секунд и напишите в комментариях свои догадки учитывая, что это моя первая сумка с одной стороны легко догадаться, с другой стороны не очень, но сначала давайте посмотрим видео, где куча эмоций, куча радостей и непосредственно была сделана сама распаковка Оле! Юпи! Оф! Юпи! Суме! Юпи! Юпи! Суме! Юпи! 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дальше шел Голд Это такой коричневато-бежевый оттенок И по порядку другие нейтральные цвета Нечего комментировать Мне просто очень нравится этот цвет Дальше кожа Доромес очень много разных кож И такие достаточно обычные Также экзотические Эта кожа считается достаточно такой Прочной и твердой Как вы видите, она очень хорошо держит сумку Немножко со временем она станет помягче Что является моей целью Потому что я бы все-таки хотела, чтобы она была Чуточку-чуточку мягче Но не такая все-таки мягкая Как, например, кожа Togo Поэтому, опять же, я специально выбрала эту кожу Плюс, достаточно часто я ношу свободные вещи Иногда даже оверсайзные Поэтому мне больше подходит для баланса Вот такая вот твердая жесткая кожа Давайте сделаем приятности Снимем эти наклейки И последняя В общем, она и выглядит, и ощущается просто мега прочной Мне кажется, сюда можно положить Сто тысяч кирпичей В отличие от многих других брендов Той же самой Chanel Это все делается, конечно же, вручную Поэтому ни одна сумка не идентична другой сумке Биркин Даже если одинаковый цвет, кожа, размер и так далее Все равно хоть маленькие какие-то разницы будут заметны Здесь еще, конечно же, есть Вот такая вот веревочка Называется это плашет Она вешается вот так вот Здесь есть замок и ключики Внутри замок можно просунуть сюда Надеть крышку, просунуть замок И закрыть этот замок, чтобы никто не украл, что есть в сумке Но мне кажется, если кто-то реально хочет что-то украсть То он скорее украдет всю сумку Чем ее содержимое Ну и вообще, мне все-таки пока что больше сумка нравится без этого плашет Поэтому я это сниму Вы, скорее всего, видели, что большинство людей, кто носит биркин Носят ее именно вот так вот То есть открытой Ее, конечно же, можно и закрыть Закрыть ее, как видите, достаточно геморрно Это не просто змейку застегнуть А это делается вот так вот Видно вам? Вот такая вот она закрытая Конечно же, я буду и закрывать ее, когда нужно будет Но все-таки чаще всего удобнее ее носить открытой Это не понты, а это реально удобно Вот такая вот сумочка Про сумки биркин и кельи часто говорят, что это хорошая инвестиция Инвестиция в том плане, что вот вы поносили ее Если вдруг она вам надоела То вы можете ее продать и не потерять деньги А может быть даже продать подороже Потому что на вторичном рынке, если, например, я бы сейчас решила ее продать Я ее пока что ни разу не надела То она бы пошла, я думаю, как минимум в два раза дороже, чем за сколько мы ее купили Поэтому, когда говорят, что сумки РМС это хорошая инвестиция Конечно, имеют в виду это А не то, что это лучший способ инвестиции Поэтому, если вы хотите реально инвестировать То рассмотрите лучше стокмаркет, а не сумки РМС Хотя, насколько я знаю, в каком-то недавнем году Возврат с инвестицией сумки РМС был оценен выше, чем возврат с инвестицией в золото Поэтому, в принципе, неплохая инвестиция Итак, вот такая вот она спереди Вот такая вот она сбоку И вот такая вот она сзади Снизу и сверху Здесь есть кармашек и еще один кармашек Давайте покажу, что в нее вместится Итак, лаптоп 13 инчи Предположим, книжка Предположим, сумка для камеры Предположим, чехол для очков Который, вообще-то, я никогда не ношу Но для вас сделаю вид, что ношу У меня в этой комнате больше нету ничего подходящего, что можно сюда засунуть Смотрите, как это выглядит Здесь еще есть место для бутылки воды 0,5 И для, например, кошелька моего В общем, как видите, она просто мега вместительная Конечно, она стала немножко такой тяжеленькой Но, в принципе, так я ее собираюсь носить Я буду ее носить по предназначению Наверное, все знаете про эту красивую легенду Когда икона стиля Джейн Биркин летела в самолете с главой Эрмес И жаловалась ему, что нету ни одной сумки В которую она бы могла вместить абсолютно все, что ей нужно И тогда у этого человека, главы Эрмес Возникла идея сделать сумку Биркин Конечно, классная история Но, на самом деле, сумка Биркин Также сумка Келли Это интерпретация самой первой сумки Для того, чтобы носить в ней седло То есть, вы понимаете, насколько это была большая Вот так вот она выглядела По-моему, это еще конец 19 века В общем, суть в том, что когда бренд изобрел Биркин И подарил эту сумку Джейн Биркин То носила она ее именно вот так вот Она клеила на нее и наклейки И всякие там побрякушки, брелки от своих детей И засовывала туда абсолютно все, что ей нужно было засунуть Поэтому, когда вы видите людей, которые в Биркин засовывают все свое богатство Это не неуважение к сумке, а это на самом деле то, как она предназначалась для носки Поэтому вот так вот Если вдруг вам интересно, как же я все-таки получила эту сумку Что мы для этого сделали То напишите внизу в комментариях Возможно, я сниму отдельный ролик И расскажу вам всю историю Еще, опережая потенциальные негативные комментарии Я вам сразу скажу, что мы с мужем занимаемся и благотворительностью И денежной, и неденежной И детям помогаем больным И старикам помогаем И беженцам помогаем Поэтому, пожалуйста, не надо мне писать Что лучше бы эти деньги потратила на помощь больным детям Потому что это все делается В общем, так Скажите, пожалуйста, в комментариях Как вам моя новая сумочка Спасибо вам большое за просмотр Подписывайтесь И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok